Всем доброго времени суток, подписчики канала и зрители ютуба. Продолжаю серию видео о рассаде земляники, которую в мае начинаю высаживать в грунт. Перед вами рассада земляники, которую я высаживала 12 января. Вот здесь земляника крупноплодная лизонька и также земляника карамелька. Вот так выглядит рассада на 14 мая. Моей рассаде 4 месяца. Выбирала я именно крупноплодную землянику, то есть сорт карамелька и гибрид лизонька. Данные сорта заявлено, что до 60 грамм будут ягодки. Приступим к посадке. Для посадки нам понадобится проделать такие бороздки. Обязательно пролить их водой обильно, хорошо. Далее нашу рассаду землянички мы будем делить каждую отдельно. Вот так выглядит корневая землянички лизонька. Вот так карамелька выглядит вынутая из технического горшка. Корневой хватило места. Если бы емкости были чуть-чуть побольше, соответственно, и растишки были бы больше размером. Но для посадки есть то, что есть на данном этапе. Для посадки каждую отдельную рассаду мы каждое растение отдельно разделяем. И начинаем присыпать грунтом. Грунт состоит из перегноя и обычной земли. Один к одному здесь я постаралась. Обязательно в последующем мы это все мультируем. Сейчас главное нам при посадке ни в коем случае не зарывать точку роста. У земляники, как и у клубники, она этого не любит. Прекращает свой рост. Поэтому на это обращаем особое внимание. Присыпаем. В дальнейшем, опять же повторюсь, можно будет замульчировать опилками или торфом. Там, что есть у вас. Вот так мы поступаем с каждой растишкой при посадке. Расстояние между растишками 25-30 сантиметров. Это важно, так как они в дальнейшем у нас будут расти, соответственно, наращивать габитус. Вот так происходит посадка. Опять же, показываю, ни в коем случае не зарываем точку роста. Аккуратно высаживаем землянику нашу. Обильно, опять же, все проливаем. Обращаю ваше внимание, посадка производится рано утром или вечером, когда солнышко садится уже не такое ярко. Земляника лучше так переносит пересадку. Из горшка транспортировочного, в котором выращивали в грунт. Сейчас я вам хочу представить землянику золотинка, которую я высаживала в том году. Также выращивала рассады. Посмотрите плейлист мой о этой землянике за прошлый сезон. В этом году этой землянике уже будет второй год. Она плодоносила с августа прошлого года. Пережила зиму. Вот так на данном этапе она подкормила нитромофоской. Прорыхленно все убраны старые листья. Вот такая простая агротехника на весну кустов второго года. Ну вот, к ней подсажена карамелька и лизонька. Вот такая простая агротехника, на мой взгляд, по землянике. Ничего сложного тут нет, выращиваясь семян. Дальнейшая агротехника заключается в поливе по мере подсыхания грунта и подкормку через 15 дней после пересадки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Всем всего хорошего. Продолжение следует.